Казанского университета встретила гостя, чей вклад в науку известен всему миру. Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Известный космонавт посетил Казанский университет, чтобы принять участие в научном симпозиуме, исследовании Луны и космическое технологическое наследие. Но перед началом мероприятия с большим интересом изучил обсерваторию КФУ, словно заново открывая для себя все величие древнейшей науки астрономии. У меня одна из любимых икон, икона нечаянной радости. Вчера, во время моего посещения университета, я должен был поклониться иконе нечаянной радости. Я увидел то, чего даже не предполагал. От чуткого взора Алексея Леонова не ускользнул и планетарий КФУ. Несмотря на то, что гость посетил его впервые, он отметил, что Казанский планетарий собрал в себе лучший мировой опыт 22-х планетариев с разных точек мира, а также оставил на путстве современным студентам, от которых зависит будущее современной науки. С детства два капитана Каверина бороться, искать, найти и не сдаваться. А у меня немножко другой совет вам. Это очень важно, конечно, искать, искать, искать. Только был вопрос, перед кем не сдаваться? Перед собой, наверное. Я могу сказать, что если хочешь, чтобы самое маленькое дело было решено успешно, приложи к этому маленькому делу самое большое усилие. Всегда все получится. Кроме того, Алексей Леонов оставил предварительное согласие на присвоение планетарию Казанского университета его имени. Не исключено, что в скором времени территория обсерватории и планетария Казанского университета обретет новую роль. Центр развития и популяризации науки имени не только выдающегося ученого Василия Энгельгарда, но и героя эпохи космических путешествий Алексея Леонова. Аделя Мухаммедшина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин